Великой Отечественной войне 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 который отстаивал позиции нашего предприятия перед самим Иосифом Сталином, приезжал к нему неоднократно на прием и говорил о том, что самые сложные задачи завод берет на себя. В этом был его, так сказать, гражданский подвиг в некотором смысле. Его поддерживал всемирно главный инженер завода Виктор Яковлевич Литвинов, который в 1944 году стал тоже директором завода. На нем лежало все техническое руководство предприятия. Он, обладая, так сказать, выдающимися организаторскими способностями, собрал группу инженеров и конструкторов. И здесь, на нашем предприятии, был впервые в авиационной промышленности сделан конвейер в сборочном цехе, который имел, так сказать, уникальную технологию, которая позволяла выпускать больше машин. Но, кроме того, конечно, были и другие люди. Это и начальник отдела технического контроля Михаил Голубев, на котором лежала вся, так сказать, ответственность за качество изделий. В основном с фронта приходили только прекрасные отзывы о наших машинах. Редко, когда случались какие-то поломки. Такие взлучи бывали, но все ремонтировалось на фронтовых аэродромах. Были, конечно, и простые, так сказать, сотрудники, рабочие. Среди них стоит отметить бригаду Фроси-Головенко, которая вырабатывала до тысячи норм в день. Кроме того, бригада шлифовщика Бориса Сливкина. Сергей Владимирович Илюшин первым откликнулся на этот призыв. Но, конечно, здесь еще сыграло свою роль соревнования. То, что мы потом называли социалистическим соревнованием, оно возникло как раз в годы войны. Это соревнования в основном комсомольских бригад. Возникло оно у нас на предприятии в январе 1942 года. И вот этот соревновательный процесс, он тоже поднимал дух заводчан. А с другой стороны, это поощрялось и материально. Поэтому выработка норм превышала все мыслимые, так сказать, до сих пор пределы. Был у нас такой мастер в сборочном цехе, был мастер по фамилии Пушкин и по имени Сергей. Сергей Пушкин. Он работал в комсомольской фронтовой бригаде. И всегда, когда фотографировали самолет, который делала очередная бригада, например, он старался находиться на месте летчика. Почему? Потому что он очень хотел на этом самолете воевать. Но он не был летчиком, он был всего лишь слезарем-сборщиком. И у него в подчинении было несколько человек, он бригадиром был. Его на фронт он просился много раз, его не пускали, потому что у него была бронь. Он был высококлифицированный рабочий, его не пускали. Но все-таки в 1944 году он добился того, что ушел на фронт. К сожалению, он с фронта не вернулся, но к авиации он имел прямое отношение. Он был авиационным техником и погиб, можно сказать, уже ближе к концу войны, весной 1945 года. Был разбомблен прифронтовой аэродром немецкой авиации, и он погиб. Те люди, которые были возрастом от 16 до 25 лет в годы войны, они как раз и стали основной движущей силой при переходе в 1958-1959 годах на ракетную тематику. Дело в том, что они наработали громадный опыт быстрого внедрения новых изделий, чего до сих пор до войны. Они проходили обычно год, полтора и даже два, прежде чем какой-то самолет будет введен в производство. Теперь в производство самолет входил за 2-3 месяца. Знамя Государственного комитета обороны считалось высшим переходящим знамением в социалистическом соревновании во время войны. Впервые завод получил это знамя в июле 1942 года, поскольку он победил в июльском социалистическом соревновании среди заводов авиационной промышленности. И в последующем, до конца войны, он завоевывал это знамя 26 раз. 26 раз, причем в апреле месяце, то есть по итогам апреля месяца 1945 года, это знамя осталось на нашем предприятии. И дальше социалистическое соревнование закончилось, и долгое время не знали, что делать с этим знамением. Но в 1946 году правительство приняло решение, что знамя Государственного комитета обороны остается на вечное хранение на нашем заводе. Субтитры создавал DimaTorzok